Как восстановить силу рода Во времена полного забвения человечество тратило память о своих корнях Забытая история, традиции и устои О том, как наладить силу рода и начать всё заново, нам поведает наставник по казачьему спасу Сергей Дёмин Тема действительно очень важная в понимании своего собственного места в жизни Потому что когда человек, которому от корней, от рода, он как перекатит поле Всё время пытается найти своё место в жизни И ему не хватает сил, чтобы окончательно это место занять Дело в том, что наше воспитание, оно замешано сегодня на суждениях и взглядах науки И по сути дела мы сегодняшние перешли, несмотря на то, что закончились атеистические времена Мы продолжаем в своём мировоззрении поддерживать взгляды науки В которой говорится о том, что всё в этом мире создано только через материальные формы Но материальные формы имеют своё наполнение через духовное содержание И каждый из нас имеет как внешний, так и внутренний мир Внутренний мир как раз является отражением моего понимания и предназначения того Кто я? Зачем я сюда пришёл? Как мне выстраивать отношения с обществом? Как мне выражать себя через других людей? И многое-многое другое И здесь соединение с родом является основополагающим и главным Потому что если я разрываю отношения с родом То будучи молодым человеком, который потом решил образовать союз Я также не смогу наладить отношения со своей новой половинкой И выстроить отношения как со своим родом, так и с её родом Дело в том, что когда мы отходим от понимания родовых связей Мы через науку воспринимаем мир как некий калейдоскоп смены событий, ситуаций В которых тем или иным образом мы задействованы или участвуем И не понимаем того, что эти события несёт нам в том числе и связь с нашим родом Потому что когда мы приходим на эту землю, мы уже имеем определённые свойства характера Мы имеем маленькое тельце, постепенно его развивая, как раз формируем эти свойства характера Которые закладываются в нас в предыдущем воплощении, в нашем роду И когда мы те или иные свойства характера начинаем проявлять здесь То включается такое понятие, как судьба И тогда основополагающие качества и свойства нашей души и тела Ставят нас в те или иные события, в которых мы принимаем участие И думаем, что в этих событиях мы попали совершенно случайно Но так как мы ещё там выбираем для себя родителей, окружение И идём сюда в воплощение с той группой душ, с которой проводили не одно воплощение Рядом и друг с другом То все события изначально формируются через наш характер Наш характер определяет ценности, выборы и наши убеждения И вот они-то являются ядром Ядром тех событий, которые формируют нашу судьбу Если я, например, не употребляю алкоголь То я не попаду в такие события, когда я прихожу в рестораны Я провожу время с людьми, природа которых далеко не совершенна Если, например, я не люблю футбол, то я не буду болельщиком Я не буду кричать на стадионе И всё это формирует мою судьбу А также проявление в этой судьбе моего отношения, поступков и поведения Иначе говоря, многие склонности и черты характера Ведут меня в том или ином направлении И мне остаётся лишь следовать тому, что заложено в моей судьбе Когда разрушаются родовые связи Я теряю понимание того, для чего я пришёл на эту землю Утрачивается моё понимание, собственно, природы Для чего я мужчина или женщина Как я должен, как мужчина или женщина, соответствовать в этой жизни Исходя из задач рода И многое-многое другое Сегодня огромное количество программ, специалистов Предложений по тому, как очищать карму Как очищать род Как восстанавливать и возобновлять связи со своими предками Но, к сожалению, большая часть из людей Слушая эти программы и участвуя в каких-то передачах Не понимает главного Что пока человек не простит себя И не попросит прощения у своего рода Он не может целиком и полностью соединиться в этих родах Он не может восстановить свою родовую память Потому что не принимает себя такой, какой он есть А ведь род, который посылает его на землю Род небесный Он даёт ему именно ту форму Которая наиболее полезна ему в этом воплощении И он, исходя из состояния любви Предлагает человеку набор только тех жизненных сил Которые требуются ему Для воплощения своих желаний, идей, устремлений и мечты Своей главной мечты О которой человек, как правило, сегодня забывает А забыв, предаёт её А значит, предаёт самого себя Сегодня мы все недовольны друг другом А значит, недовольны сами собой Потому что каждый из нас Отражается, как в зеркале, в другом человеке Ибо мы приходим сюда Как души, а значит, духи Потому что в нашей традиции говорилось о том Что тело является храмом души А сердце является престолом Бога И мы забываем о том, что мы, как духи Мы все едины Но как тела мы все разные И это постоянное противоречие Которое разрывает наши отношения на уровне душ Не позволяет нам соединить Всё, что с нами происходит В единую общую картину Мы начинаем обвинять других людей Мы начинаем сетовать на место Которое мы когда-то сами выбрали Мы не выполняем уроки Которые тоже когда-то записали на своей душе И таким образом мы каждый раз Предаем себя, когда не выполняем то Что должны были выполнять Мы предаем себя в разных личинах и обличиях Записанных на нашей личности Когда становясь отцом Не выполняем обязанности отца Когда, будучи матерью, не любим своих детей Когда, будучи, скажем, воспитателями в садиках Не любим маленьких деток Когда мы, выбрав роль учителя Не вкладываем своё сердце в воспитание будущих поколений Это всё форма наших предательств Которые разрывают отношения с нашими родами Потому что вина, обида, грусть, песка и многие грехи и страсти Перекрывают нам понимание того, кто мы есть на самом деле А поскольку мы сегодня через науку выбрали материальный мир Как единую форму своего существования И это слово, наверное, определяющее Существование, а не жизнь То мы становимся в состоянии вражды По отношению к самому себе Ибо мы, не принимая себя таким, какие мы есть Начинаем постоянно враждовать самими собой И эта вражда перерастает в нашу вражду По отношению друг к другу И когда мы враждуем друг с другом Мы не понимаем, что мы связаны через разные рода В единое целое И в нашей традиции Всемирь рассматривалась как мировое древо Где корни древа являются нашими предками Стволы – это мы сами А крона – это наши потомки Если бы мы пришли к пониманию того, что мы единое целое То мы понимали бы, что мы всегда бываем То предками, то потомками Через колы вращения так называемой реинкарнации И поэтому, если мы не принимаем сегодня себя и других Таким образом разрушаем мир То мы готовим этот мир для себя в будущих воплощениях И по сути дела, если мы оскорбляем, обижаем Или не позволяем проявиться добрым чувством В помощи другому человеку То таким образом мы формируем для себя среду Когда такой же человек в этом или в следующем воплощении Не даст нам помощи, не даст поддержки, не даст нам любви А это состояние неприятия самого себя Все время лишает нас главного Ради чего мы пришли в эту жизнь Для постижения главной мудрости жизни Постичь любовь во всей ее полноте, многообразии Сущностной вариативности И бесконечно, безграничной широты влияния на каждого из нас Наше сердце закрыто, ибо мы недовольны собой Соответственно, мы недовольны другими А когда мы недовольны, в нас нет любви Ибо того, что заключается в приятии всего, что есть Ведь любовь в ее главном качестве и выражении Это формирование всего, что есть И плохого, и хорошего, и темного, и светлого И доброго, и злого И все это впитывает в себя любовь Если мы отказываемся от себя То мы отказываемся от любви к самому себе А значит, мы отказываемся от любви как таковой И когда мы отказываемся от этой любви То мы не можем дать эту любовь другим И в таком состоянии каждый из нас чувствует себя Как у нас говорили, обездоленным И мы все время строим свои отношения На уровне выпрашивания любви друг у друга Показывая другим, что я ее достоин Что я хороший человек Что я могу быть полезным для другого человека Поэтому сегодня такое огромное влияние на нас оказывает чужое мнение Мы боимся этого мнения Потому что сегодня человека оценивают через тело И главное в отношениях, особенно при первой встрече Это оценка человека через его телесные свойства Насколько он приятен мне или неприятен Насколько он мне подобен или неподобен Красив или некрасив Как он говорит, как он на меня смотрит Что он делает в отношении меня И формируется моя оценка Сегодня психология выстроила на этом Огромное количество всевозможных методик Убеждающих человека в самооценке В повышенной оценке, в заниженной оценке Но если мы пойдем из души То там вообще не должно быть места оценки Потому что каждый из нас равен друг другу в состоянии духа Потому что когда мы входим в понимание человека через оценку Мы далее идем к осуждению, когда он нам не нравится И мы осуждаем все, что нам непонятно Неблизко, незнакомо, неприятно И автоматически как бы выбрасываем эту часть и состояние из своего мира А значит выводим мир из состояния его равновесия Мы вместо того, чтобы как творцы становиться более мудрыми Более глубокими, более любящими людьми, душами и духами В этом собственном неприятии Приводим всю свою жизнь И все русло судьбы Строим на страданиях На том, чтобы жить тяжело Трудно В ненависти В постоянных потерях В постоянных неприятностях И как следствие в постоянных ударах судьбы А наш род небесный все время смотрит на нас и говорит Родной мой Когда же ты к нам обратишься За знанием За любовью За помощью За поддержкой Почему ты считаешь, что мы хуже Различных гуру Духовных учителей Мастеров По каким-то направлениям Духовных практик Почему ты не обращаешься в свою душу Почему ты не слушаешь ее голос Почему ты не спрашиваешь ее совета Когда ты делаешь какой-то выбор Для тебя важнее какой-то научный авторитет Друг, приятель, знакомый Чем твоя собственная душа Та божественная часть Которая дана тебе изначально Отцом Небесным Для того, чтобы ты облагораживал Обустраивал И осиял любовью этот мир Наши родственные узы Это та сила С помощью которой мы можем проходить по жизни Для того, чтобы делать ее радостной И счастливой Когда мы отказываемся от родовых связей Когда мы прерываем свои родовые корни И лишаемся родовой памяти Мы становимся не только обездоленными Но и одинокими Мы пытаемся это одиночество скрыть в своей семье Многие сегодня брачные союзы Создаются только для одного Чтобы не быть одному Но мы не понимаем того Что когда мы создаем брачный союз Мы берем на себя ответственность И с момента вступления в союз Мы уже никогда не будем теми Какими были до того И главные силы Которые мы сегодня тратим на внешний мир Для того, чтобы привлечь его внимание к себе И таким образом вымолить Выпросить Любовь этого мира по отношению к себе Мы забываем о главном О своем внутреннем содержании О семье О роде О детях А значит Предаем себя Детей Род Каждый день Потому что мы не даем ему главного Своей собственной любви И эту любовь мы не можем дать Потому что сердца наши закрыты Или заняты Ненавистью Гневом Печалью Тоской Недовольством Скорби И многими-многими Другими Состояниями души Которые не позволяют Ей принимать жизнь В радости и счастье При этом счастье Мы определяем для себя Как некое Сытое место Которое Обустроив Раз и навсегда Мы считаем Некой Жизненной крепостью На все времена Но когда наше счастье Рушится Под влиянием Различных обстоятельств Причиной этого Мы считаем Каких-то чужих людей Какие-то непонятные Причины Объясняющие Наши собственные слабости И несовершенства Которые мы глубоко Прячем внутри От себя Боясь признаться Себе В своих недостатках Но пока мы с вами Не признаемся себе В том Что мы несовершенны Мы не выйдем На уровень понимания Того Что они мешают нам Быть счастливыми И соединиться Со своими родами И посмотреть на любовь Совсем с другой стороны Посмотреть на любовь Как на проявление Духовного Своего Божественного Значения В этом мире Ибо любовь Есть Бог И это не простые слова Для тех людей Которые любят Настоящая любовь Она бескорыстна Она ничего не просит Ничего не требует Она только Отдает Но Для того Чтобы отдать Нужно в себе Что-то накопить Невозможно Отдать что-то Чего в тебе нет И для настоящей любви Нужна душевная сила Вот эта самая душевная сила И есть гарантия И основа Вечного Божественного Преклонения Перед Той силой любви Которая созидает И сотворяет Мир и Вселенная Ибо без этой любви Не было бы жизни Не было бы нас Не было бы родителей А значит Не было бы тех родовых уз Которые способны Вернуть нам счастье Хорошо А что вы можете сказать О практиках Какие существуют практики Для того чтобы Единиться со своим родом Проблемы мы обсудили Но Способы Как Все мы разные И У всех разные Жизненные ситуации Я понимаю Что в духе мы все едины В принципе Вот если взять в общем Ну как к человеку подойти К единению С родом Практика начинается С размышления Что мне сделать Для того Чтобы понять Своих близких И родных Лично мне На своем месте И тогда Можно задавать себе Вопрос Почему я их Не понимаю Ответ Придет сам собой Что-то мне В них не нравится Но если В них что-то Мне не нравится Значит Это существует Во мне Вот тогда То что В них не нравится Нужно убирать Из себя И как только Ты Начнешь Это убирать Из себя То у тебя Изменится состояние И ты посмотришь На своих родных Потом Совсем По-другому А если Ты посмотришь На них Совсем По-другому То то Что раньше Тебе в них Не нравилось Начнет Тобой Приниматься И через Какое-то время Это приятие Приведет К состоянию Согласия С тем Какие Они Есть Мы не Соглашаемся С этим Постоянно Потому что Хотим Видеть В другом Человеке Только тот Образ Который Для себя Придумали А этот Образ Иногда Очень далек От того Настоящего Содержания Которым Живет Человек К сожалению Наша Литература И воспитание Привили нам Сегодня Очень Неправильное Отношение К человеческой Природе Мы принимаем Человека Не через Его Естественные Проявления С его Недостатками А принимаем Его Как некий Идеал В котором Он должен Соответствовать Очень Высоким Требованиям Жизни Но на самом Деле Поскольку Мы все Несовершенны И не Идеальны И в этом Возникает Постоянная Конфликтность И в семье Конфликтность И в роду Конфликтность Когда каждый Из нас Пытается Подстроить И вогнать Другого Ближнего А родного В тот Идеал Который Кажется Нам Правильным И нужным По отношению К этому Человеку И На самом Деле Идет Существенное Расхождение Когда мы Живем Казалось бы С одним Человеком А воображаем Его Совсем Другим И требования И претензии Мы предъявляем Конкретному Человеку Исходя из Того Идеала Который Мы Для себя В своем Сознании Нарисовали Вместо Того Чтобы Принять Человека Со всеми Его Недостатками И достоинствами Мы готовы Принять Его Только С достоинствами Нам не Нужны Его Недостатки И когда Мы видим В семье Эти Недостатки Это Это Является Как Раз Почвой Для Наших Разногласий Мы Начинаем Указывать Почему Только На Недостатки Человека На Почему Он Плох Забывая О том Что у Человека Есть Как Недостатки Так И Достоинства Наши Традиции Союзы Были Очень Крепкими Только По Одной Простой Причине Наших Девочек И Мальчиков Воспитывали Так Чтобы Они Видели Вдруг Вдруг Бога И Богиня Но При Этом Эти Боги И Богиня И Свои Недостатки Но Поскольку Они Боги И Богиня То Они Рано Или Поздно Эти Недостатки Должны И Жить И Для Того Чтобы Не Сбивать Их С Этого Мы В Семейном Союзе Говорили Только О Достоинствах О Том Что В Человеке Хорошо Что Он Умеет Делать От Души На Что На Строен Его Лад Сердца Как Он Через Чуткость И Внимание Дарит Любовь Своим Близким И Родственникам И Когда Люди Жили В Таких Отношениях То Рано Или Поздно Их Недостатки Изживались Через Эту Среду Согласия И Лада И В Этой Среде Согласия И Лада Каждый Родственник Имел Своё Достойное Место И Влияние В роду Потому Что Вместо Того Чтобы Указывать Другому Переделывая И контролируя Его Таким Образом Он Помогал Ему И Подсказывал В том Что Может Сделать Человека Лучше Краше Счастливее Получается Не было Ни матриархата Ни патриархата Ни правенства Уважения Равенства Или Мне кажется Ну это в меру Моего понимания Что Во Вселенной Есть всё Есть мужское И женское Начало И там Никто не определяет Чего больше И чего меньше Оно просто Есть Но когда Мужское И женское Начало Попадает Материальные Формы И образуется Некое Общество То возникает Деление Отделение Уводит Человека От ценности Поэтому Когда мы Говорим Что в семье Кто-то Старший Это говорит О том Что кому-то Мы отдаём Большую часть Влияния На семью Чем другому При этом Каждый Из половинок Несёт Свою Свою Собственную Природу Которая Совершенно Разница В этом Состоянии Полов И мужчина И женщина Всего лишь Дополняют Друг друга До единого Целого Когда Они живут В мудрости И любви То это Дополнение Проходит Через Меру И Например В одной Ситуации Женщина Больше Влияет На семью В другой Ситуации Мужчина Таким Образом Они Уравновешивают Друг друга Например Женщина Может Больше Влиять На семью В отношении Того Как выстраивается В целом Среда Любви По отношению К детям К мужу К семье Мужчина Больше Влияет С точки зрения Хозяина Духа Защитника Который Через Крепость Физических И духовных Сил Выстраивает Таким Образом Семейную Среду В которой Возникает Защищенность Этого Союза Дело В том Что В семейном Союзе Проявляется Как лучшее Так и худшее Качество Человека Потому Что Здесь Возникает Некая Самостоятельная Среда В которой Человеку Нечего Прятать От других Именно Поэтому Когда У него Возникают Какие-то Ссоры Конфликты На стороне Он Выплескивает Это На своих Близких И родных Потому Что Они Стерпят А если Он Будет Вести Таким Образом Себя С другими То Он Знает Что Ему По шапке Могут Навалить Да Что Касается Что Касается Отношений И верности То Это Вопрос Наверное Главный Для Создания И Сохранения Семьи Потому Что Семья Это Школа Любви И Семейные Отношения Когда Они Уже Перерастают В Некую Крепкую Связь Там После Семьи Восьми Лет Да Уже Когда И дети Появились И пеленки И быт И постерушки И бессонные Ночи И неудобства И жизненный Неуют В связи с этим И ты Все это Прошел Тогда Ты начинаешь Понимать Что Вот с этим Человеком Ты Уже Чем-то Связан Большим Чем Первый Влюбленностью Увлеченностью Некой Романтичностью А может Нашептыванием Твоих Родственников Мам Па Потом Какой Замечательный Будет У вас Союз Какие Будут Красивые Детки Любовь Она Также В семье Она Имеет Свойство Свойство Менять Свои Качества Потому Что Чем Старше Становится Семья Тем более Новые Качества Окрашивает Их Состояние Любви Там Уже Появляется И ровность И понимание И приятие И уважение И согласие И поддержка Потому Что Ты понимаешь Что Я Это Он А он Это Я И мы Единое Целое Но Это Не значит Что Я Рассказываю Каком-то Идеале Потому Что При всех Этих Замечательных Качеств Ты Остаешься Сам Собой Со Своими Недостатками Несовершенствами Которые Все равно Каким-то Образом Ты Проявляешь Которые Выходят Из тебя Потому Что Ты Пришел Сюда Учиться И Таким Образом Ты Учишься А семья Является Для человека Как родовое Гнездо Главным Учителем Всего Лучшего Что Он Должен В себе Сформировать В этой Жизни Не все Задумаются Что С этим Человеком Тебе Придется Прожить Всю Жизнь Мы К этому Подошли У нас Общество Потребителя А как Не ошибиться Как Сделать Верный Шаг Выбор Понять Что Это Он Это Она Чтобы Потом Не сожалеть Это Хорошо У меня На семинаре Как раз День назад Одна из женщин Спросила А как Определить Настоящая Это любовь Или не настоящая Но я Не особый Сердцеед И Знаток Женских Сердец Но могу Сказать Что Если Настоящая Любовь То ты Там Сразу Понимаешь Потому Что Тебе Сердце Подсказывает И что Там Сразу В нем Происходит Когда И все Она Или Он А если Этого Не произошло А если Этого Не произошло Это значит Что Это либо Влюбленность Либо Страсть Либо Временная Увлеченность Либо Кармическая Отработка Либо Кармические Уроки Да Которые Тебе Необходимы Для того Чтобы Разобраться В отношении Полов Потому Что Часто Мы Не Принимаем Как Половинки Друг Друга Сегодня Например Возникает Такое Очень Неприятное Явление Когда Либо Мужчины Либо Женщины Ненавидят Друг друга По родам Из поколения В поколение Когда Например Бабка А потом Мать Ненавидели Мужчин И Давили Их Духовно Подчиняя Таким Образом И они Становились Подкаблучниками Жили Все Время Под Юбкой Выполняли Любые Просьбы При Этом Но Скажем Так Питая Тихую Ненависть По отношению К Женщинам В целом И Очень Много Мужчин Очень Многие Очень Много Мужчин Которые Живут В таких Союзах Они Потом Умирают Потому Что Как Ни Странно Мужчине Больше Требуется Любовь Женщины Чем Женщины Мужчины Потому Что У нее Есть Дети Она Через Детей Восполняет Вот Этот Поток Любви А Мужчина Остается Без 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 Любви Она Когда Скажем Теряет Любовь К Мужу Да Она Всю Любовь Переносит На Детей Или Наоборот Она Теряя Любовь К Мужу Поскольку Считает Что Они Являются Им Его Отражением Обгладывает В Любви И Детей Но Она Все Равно Занимает Преимущественное Положение В нашем Обществе Чем Мужчина Вот Обратите Внимание Сегодня Куда Бо Не Глянул Везде Находится Женщина Среднее Звено Директора Менеджеры И так Далее Воспитатели В школах Учителя Научные Работники Везде Женщины Мужчины Сегодня Как правило Находятся В более Тяжелом Положении Потому что Времена И эпоха Физического Труда Закончилась А мужчина Он Так создан Что все Делает Через Грубую Физическую Силу У него Менее Как сегодня Говорят Латентная Подвижная Нервная И Психическая Система И поэтому Он слабее Ему нужна Поддержка Любовь Вдохновение Мужчина Питается Вдохновением Своей Женщины Если Она Его не Вдохновляет Он Начинает Усыхать И Становится Все более И более Недоволен Собой Как мужчина В его Мужском Начале А когда Он Перестает Быть Доволен Собой Он Обращает Внимание Уже И на Своё Тело И Теперь Уже Через Тело Начинает Это Недовольство Компенсировать Главная Задача Рода Чтобы Ты был Счастливым Человеком Счастливым Если Ты Отказываешься От Поддержки Рода В любом Его Проявлении То Ты Становишься Несчастливым Если Ты Ненавидишь В себе Женскую Половину Ты Отказываешься От Поддержки Рода Ненавидишь В себе Мужскую Половину Ты Отказываешься От Поддержки Род Даже Живя В семье Я просто Думаю Дети В которые Например Выросли в семье Где родители Бросили друг Друга В первую очередь Сродают Дети Не родители А дети Потому что Они лишились Мамы и папы Потому что Мама говорит Папа плохой А папа Мама плохая А в итоге Дети считают Они плохие Потому что Мама Такая Такая Вот они себя Отжествляют Ведь дети Дети же Не могут Ничего Сделать Они не имеют Права Выбора Они не принимают Решение Решение Принимает Родитель А дети Уже Являются Объектами Воздействия Этих Решений Да Поэтому Конечно Разрыв Союза Он Губителен Особенно Для детей Он для всех Очень тяжел Для всех Но Особенно Он губителен Для детей И здесь Нужно Выбирать Либо Ты любишь Человека Бескорыстно Либо Ты любишь И требуешь От него Когда ты Любишь Как правило Такие Союзы Они Проходят Различные Этапы И завершаются Там Алмазные Какими-то Другими Свадьбами А Когда ты Любишь И требуешь Это Уже Любовь Только С точки Зрения Воздаяния Ты мне Я тебе Я же тебе Делаю Хорошо Я же Забочусь О тебе Я проявляю Внимание Я же Иду на поводу Твоих Привычек Ну тогда Это уже Возникает В любовь Вторгается Некая Торговля Возникает Торг И Начинается Дележка Кто Лучше А ты Вот лучше В этом А я Вот в этом Лучше А почему Ты не Видишь Вот такого Хорошего Во мне Почему Ты все Время Обращаешь Внимание Только на То Что Я Не Совсем Хорошо Делаю И все Это Приводит К Страданию Обой Или Обеих Половинок Мужской И женской Каждый Из нас Страдает Но Поскольку Мы Люди Сильные Мы стараемся Не показывать Это страдание А любовь Говорит О том Что Человек Когда любит Он не стесняется Показать Свою сладость Семья Рассматривалась Как вселенная В которой Все есть И пары Готовились С 12 13 Лет Когда Уже На вечерках На Различных Хороводах Люди Присматривались Друг Друг У нас Например В 12 Лет Девочка Считалась Половозрелым Половозрелым Человеком Которая Имела Право Выбор И с нее Уже Спрашивали Как Достаточно Взрослой Девушки Не рано Или Не с физиологией А с душевной Ну конечно Ну конечно Конечно Что значит Рано Юля А ты посмотри На сегодняшнюю Молодежь 20 25 30 лет Он все еще Мальчик Или девочка А я знаю Людей Которые вообще Застряли В 50 лет В детстве Им так Удобно Они такие У жен своих Такие Маленькие Пацанчики Которые вот Знают Да И поскольку Семья была Вселенной То Здесь Развивались Отношения По-разному Но Эти Разности Соединялись В одном В том Чтобы Выстроить Силу Рода Это то С чего Мы начали Сила Рода Это Дети Это Продолжение В потомстве Вот Этим Все Начиналось И Заканчивалось Давайте С вами Подытожим Нашу Беседу Да Конечно К чему Мы пришли Значит Сила Рода Накапливается Исключительно В детях В воспитании Или в первую Часть В любви Родителей В любви Все Через Любовь Нет Любви Есть Страдание Страдание Это Отсутствие Любви Человек Недолюбленный Всегда Будет Страдать Сегодня Огромное Количество Людей На Стране Недолюбленные Дети Они В свое Время Не Получили Любви У Родителей А Те Также Не Получили Любви У Своих Родителей Времена У нас Были Очень Тяжелые Одни Во времена Коллективизации Восстанавливали Индустрию Страны Потом У нас Была Великая Отечественная Война Мужчины Ушли Погибли Потом У нас В социализме Нужно Было Помогать Странам СЭФ Нам Некогда Было Думать О родах Некогда Думать О семье Мы Все свое Отдавали Во внешние Миры Забывая О том Что Таким Образом Мы Становимся Обездоленными Как Сами По себе Так И лишали Силы Своей Радары Которые Все время Ждали Когда Мы О них Вспомним И Обратимся За помощью И поддержкой И сегодня Когда Мы Говорим Что Мы Не Любим Своих Братьев Сестер У нас Такие Тещи У нас Там Сват Брат Кум Ленивый Или Паразит Или Еще Что-то Мы Таким Образом Не Соглашаемся Со Своим Родом В Который Сами Пришли Выбрав Его Для Себя Когда Много Много Воплощений Назад Поэтому Когда Мы Выйдем На Понимание Что Все Что Делается Делается К Лучшему Тогда Мы Станем Уважительно Относиться Как Другим Так И К Самим Себе А Значит Укрепим И Прославим Силу Своего Рода Напоследок И Напоследок Пожелаем Что Нибудь Споем Пожелаем Что Нибудь Что Есть В Ваших Родах И Сделайте Это Своим А Когда Это Будет Вашим То Вы Будете Бережно И Очень Трогательно Относиться К К тому Капиталу Который Накоплен Вашими Родами Будете Это Ценить Защищать И Оценивать По Достовству Поэтому Берегите Накапливайте И Увеличивайте Силу Своих Родов С С Вами Была Юлия Стоянова И Сергей Деван Всем Всего доброго До свидания До свидания Народная Славянская Радио От Прошлого К Будущему